В сегодняшнем обзоре познакомимся с учебным биологическим микроскопом Левенгук Рейнбоу 2Л, который поможет школьнику превратить изучение школьного курса биологии в увлекательное путешествие по микромиру. Микроскоп поставляется в красивой подарочной коробке. Внутри коробки находится пенопластовая упаковка, надежно защищающая прибор во время транспортировки. Сразу обращает на себя внимание отличающаяся большой щедростью комплектация. В комплект входит сам микроскоп, десятикратный окуляр, адаптер питания от сети 220 вольт, батарейки и подробное руководство пользователя, которое представляет собой красочную брошюру с большим количеством интересной и полезной информации. Обратите внимание на содержимое еще одной небольшой коробочки. В ней находится пластиковый контейнер с готовыми микропрепаратами и чистыми предметными стеклами. Здесь же находим микротом, приспособление для получения тонких срезов, металлический пинцет, пластиковую пипетку, баночки с биоматериалами, специальный контейнер для их проращивания, наклейки и пылезащитный чехол для самого микроскопа. Прибор представляет собой классический биологический микроскоп учебного класса. Корпус микроскопа выполнен из прочного пластика. За счет этого прибор имеет небольшой вес. Окулярный узел микроскопа состоит из призменного блока и окулярной трубки. Окулярная трубка имеет удобный наклон и может вращаться на 360 градусов, что очень удобно при коллективных наблюдениях. Внутренняя поверхность трубки достаточно хорошо зачернена, что сводит к минимуму посторонние блики. Оптическая система микроскопа состоит из трех простых объективов 4, 10 и 40 крат. Объективы вкручены в трехпозиционную револьверную головку. Объективы съемные, однако заменить их на более совершенные не представляется возможным, поскольку они имеют нестандартный посадочный диаметр. Десятикратный окуляр собран в корпусе из металла и пластика. Имеет стандартный посадочный диаметр 23,2 мм. Оптические элементы выполнены из оптического стекла. Просветление на оптических элементах отсутствует. Выбирая различные комбинации окуляра с объективами микроскопа, мы получаем три различных значения увеличения 40, 100 и 400 крат. Благодаря стандартной посадке окуляра этот диапазон можно расширить, докупив окуляр соответствующей кратности. Верхний и нижний модули освещения позволяют изучать как прозрачные микропрепараты в проходящем свете, так и непрозрачные образцы небольшого размера в отраженном свете. Заметим, что наблюдение в отраженном свете возможно только с объективами кратности 4 и 10. Питание системы освещения осуществляется от трех батареек или аккумуляторов типа размера АА. Отсек для их установки располагается в нижней части основания микроскопа. Около нижнего модуля освещения располагается четырехпозиционная рукоятка включения-выключения освещения. Освещение имеет следующие режимы работы. Первый включен нижний модуль, второй включен верхний модуль, третий комбинированный включены оба модуля, OFF освещение выключено. На боковой стороне основания микроскопа располагается специальное колесико, вращением которого изменяется яркость светодиодов. Предметный столик микроскопа имеет размеры 90 на 90 миллиметров. Для фиксации микропрепарата применяются подпружиненные металлические лапки. Под предметным столиком расположено колесо диафрагм для настройки яркости и равномерности освещения микропрепарата. Настройка резкости изображения осуществляется перемещением предметного столика вверх или вниз при помощи двух ручек расположенных слева и справа на корпусе микроскопа. Вращение ручек тугое, но вместе с тем плавное и трудностей с настройкой резкости не возникает даже на большом увеличении. Тестовые наблюдения посредством цифровой камеры показали вполне достойные результаты на всем диапазоне увеличения. В качестве первого образца мы посмотрели анатомический срез стебля сосны на различных увеличениях. Как видим, картинка четкая и красочная. Оптические искажения, такие как хроматизм и кривизна поля, присутствуют, но не наносят существенно урона качеству изображения. На увеличении 100 крат хорошо видна клеточная структура ткани растительного происхождения. На максимальном увеличении 400 крат хорошо просматривается внутренняя структура отдельных клеток. Группа одноклеточных организмов инфузория туфелька. На 400 кратном увеличении микроскоп показал различные детали их внутреннего строения. Интересно посмотреть на мелких насекомых. Муравей на увеличении 40 крат полностью помещается в поле зрения. На увеличении 400 крат его можно рассмотреть в очень мелких подробностях. В качестве образцов для наблюдений в отраженном свете, мы взяли кристаллы сахара. Обратите внимание, что такого плана образцы лучше наблюдать на темном фоне. Подводя итог можем сказать, что микроскоп Левенгук Рейнбоу-2L оставляет только положительные впечатления. Качество картинки позволяет рекомендовать его как для школьного кабинета биологии, так и для домашней лаборатории вашего ребенка. Отдельно следует отметить богатую комплектацию информативное руководство пользователя. Даже не докупая дополнительных аксессуаров, ваш ребенок сможет приступить к увлекательным опытам по изучению микромира.